И под ним идёт лестница, чтобы ходить по лестнице. У меня собаки даже по лестнице ходят. Серьёзно. Не топчут, да? Нет, нет. Арусяк Исраилян – душа и муза этого дворика. Всё свободное время она проводит на этом склоне, который ещё недавно был обычной свалкой. На месте сегодняшнего цветущего оазиса она собрала две машины мусора. Ручеёк, более трёхсот видов растений и даже малые архитектурные формы. Всё это Арусяк Сергеевна, бухгалтер по профессии, сотворила сама. В виде результата её стараний к благоустройству придомовой территории присоединяются и соседи. А сегодня её примеру последовали и жители близлежащих домов. У меня по понедельникам акция бесплатная раздача растений, которые я уже сама размножаю. Если у меня две штуки есть, одну я могу отдать. Девятый дом всё очистили наконец-то. Я там тоже уже… Уже мои соседи смеются, говорят, ты скоро до центра дойдёшь. Хочется, чтобы везде всё цвело, чтобы везде всё красиво было. Ведь когда видишь красоту и цветение, и настроение людей поднимается. Мотивацией для горожан стал и городской конкурс на лучший сочинский дворик. В подобном соревновании двор на Дагомысской уже побеждал. Претендуют активисты на право первенства и в этот раз. Но чтобы не повторяться, готовят для жюри новые сюрпризы. К примеру, этот шар «Русяк-Исраэлян» соорудила вместе с местными ребятами. В результате должен получиться вращающийся и светящийся глобус. А ещё в планах – строительство беседки и самого настоящего пруда с рыбами. Чем дальше, тем больше хочется делать, творить, видеть результат. Рад, предоставлять радость людям, которые проходят специально по этой лестнице. Даже говорят спасибо. Желанием украсить не только улицы, но и в целом за вокзальный микрорайон загорелась вся местная общественность. Совсем скоро, обещают активисты, в этом спальном районе появится новая цветущая площадка. Большая, хорошая, знаковая такая, на весь район видная. Я думаю, что все дружно примем участие. Будем делать наш микрорайон красивее и лучше. Подведение же итогов городского конкурса, в котором, кстати, 12 номинаций, состоится 25 декабря в Зимнем театре.